Людмила Петрановская. Взрослые и дети. Хэштег «Много букв». Глава первая. Дети и родители. Про возраст, время и подснежники. Про макаринка или коллективное воспитание. Говорить ли с детьми о тяжелом. Еще раз про вину. Чего ради. Мы так боимся, что ребенка заберут у нас смерть, что забираем у него жизнь. Знание о том, что тебя не сдали. Про возраст, время и подснежники. 20 марта 2010 года. Одна из самых вредоносных формов воспитания звучит так. Если ребенка сразу не приучишь, то так будет всегда. Не нужно приучать к рукам. Нужно сразу приучать к аккуратности. Не нужно приучать спать с мамой. Нужно сразу приучать оформлять письменные работы правильно. И так далее, и тому подобное. Такой подход подразумевает взгляд на ребенка, как на банку с крышкой. Куда что засунешь, так оно там и останется. При всей очевидной, вроде бы, абсурдности, этот взгляд обладает прямо таким магнетическим действием, буквально гипнотизируя взрослых. Ну как же так, так и оставить, но ведь тогда он будет всегда. Сосать палец, рыдать в магазине игрушек, забывать сделать уроки, играть в компьютер, любить Диму, Билана, нужно подчеркнуть. Нужно же что-то делать, а мы все умрем. Я обычно говорю, слушайте, это вообще интересный ход мысли. Предлагаю не переводить ребенка за руку через дорогу. Надо сразу приучать. А то что же, так и будет всегда только с нами ходить? Замешательство. Нет, так нельзя, это другое. Чем другое, а? Вот ребенок боится спать один. Но мы-то, конечно, знаем, что скелет под кроватью, которого он боится, нереален, в отличие от машин на дорогах. Но для него-то реален гораздо более чем. Потому что скелет такой страшный, он почти прямо видит и почти прямо слышит, как тот скребет своими костями об пол. А машина, чего ее бояться, едет и едет яркая, красивая. Как интересно, дети объясняют себе, почему от одних опасностей взрослые готовы их оберегать, и даже с чрезмерным рвением, а другим спокойно отдают на растерзание, да еще и стыдят за то, что ты боишься. Какая у них на эту тему версия в голове? Хотелось бы узнать. Или вот начальная школа. Ну зачем в первом классе уделяется столько внимания оформлению? Чтобы сразу приучить, а то. Ок, давайте приучим сразу интегралы решать. Чему-то мысль о том, что семилетний ребенок не может решать интегралы, очевидна. А мысль о том, что он не может просто в силу возрастных особенностей упомнить все эти алгоритмы, четыре клеточки сюда. А если на последней строке, то не начинаем, а если не поместилось, то вот так. И все это надо делать одновременно, собственно, письмом и думаем. Такой чудесный возраст с семи до десяти. Такой творческий, богатый, такой страстный интерес к тому, как устроен мир. Такая способность к неожиданным обобщениям, ассоциациям. Такая синтетичность восприятия любого предмета. Видеть мир не как набор научных дисциплин, а весь. Как живой единый организм. Думать о бабочках, о звездах, о составе грязи под ногтями. Об ураганах, о викингах, об атомах, о том, почему люди смеются. С интервалом в пять секунд, а то и вовсе одновременно. Не просто думать. Чувствовать про это, пропускать через всего себя. Это невероятное упорство и самоотдача в занятии тем, что интересно. Часами, с упоением, забыв обо всем, футбол ли это, конструктор, рисование, фантазирование, у кого что. Придумываются игры, рождаются свои швамбрания и терабитии. Все эти клады, тайны, шифры. Стремительное развитие всех мыслительных функций, как цветок в ускоренной съемке, разворачивается из бутона. Растет, должна расти, по крайней мере, уверенность в себе, самостоятельность, способность действовать в неожиданных, меняющихся обстоятельствах, тяга к приключениям, к новому опыту, зарождение дружбы уже не детской, а настоящей, которая может быть на всю жизнь. Идеальный мир ребенка этого возраста показан в мультиках «Земля до начала времен». Своя компания друзей, свобода, настоящие приключения. Но где-то рядом есть мудрые и сильные взрослые, которые, если что, придут на помощь, а вечером уложат спать, и больше от них ничего не нужно. А теперь подумаем, на что тратятся эти годы. Четыре клеточки вниз, две строки пропустить. О чем ты думаешь, Петров? Ты опять витаешь в облаках на уроке? Четыре клеточки! Что тут непонятно? Еще раз закрепляем, повторим, перепиши два раза, напиши три строчки этого слова, не шепчитесь, не разговаривайте, не перемене, не бегайте. Чего у тебя такой бардак в портфеле? Неужели трудно аккуратно заполнить дневник? Хватит играть, нам некогда, пора на английский. Мы не можем позвать в гости Владика, ты не успеешь позаниматься музыкой, ты не пойдешь гулять, пока не будут сделаны уроки. Все поперек задач возраста, все вопреки природе ребенка. Учебники. Тоска смертная. Кто подбирает эти тексты? Кто закладывает эти бесконечные тошнотворные петли повторений пройденного, так, что у ребенка создается стойкое впечатление, что отходил четверть и ничего нового не узнал? Нормативы оценок. Диктант без одной ошибки, но неаккуратные с исправлениями. Трояк. Мораль для ребенка. Содержание ничто. Форма все. Главное, чтобы смотрелось. Суть не так важна. Еще одна мораль. Ошибка фатальна. Заметила и исправил, и это тебя не спасет. Потом удивляемся, откуда невроза и склонность опускать руки при первой же неудаче. Программа. Разделение на предметы, на темы, на блоки. Все раздроблено. Один урок закончен, другой начат. Одна тема, потом другая. Связи никакой. Ребенок приходит в конце первого класса со слезами. Задачи не получается. Проверяю все верно. На одной полке девять книг, на другой пятнадцать. Ответ двадцать четыре. Ребенок уже в голос рыдая. Ответ не может быть двадцать четыре, потому что... Внимание! Мы еще не выходим за пределы двух десятков. Я неправильно решила. Пойду еще думать. Убиться об стену. Час отчаянных усилий на то, чтобы ребенок все-таки сделал вывод, что верить надо себе, своему разуму, а не непонятным рамкам, которые сами же составители учебника по невнимательности нарушили. А если бы не пришла? Слушайте, я честно не понимаю, зачем это? Зачем вытаптывать все, что в это время бурно растет и старательно возделывать то, что расти еще не должно и не может? Как в известной сказке про дуру-принцессу, возжелавшую подснежников в декабре и испортившую всем праздник, и без подснежников обещавшей быть веселым. Почему нельзя просто подождать? Вот 10-11 лет. Синтетичность мышления уступает место аналитичности. Просыпается в страсть коллекционированию, систематизации, классификации, наведению порядка, интерес к деталям, внимание не к связям, а к различиям и противопоставлениям. Так давайте. Вот сейчас давайте объясним про 4 клеточки и про аккуратное ведение дневника. Пойдет как по маслу. Раз-два, и все все поняли. И отвращение еще не получили к самому процессу. С удовольствием, с азартом. Кто лучше победит хаос и создаст порядок? Теперь это соответствует возрасту. Этого просит душа. Это будет в самый раз. Зачем тратить на это часы и нервы, когда это не в масть, не вовремя, не кстати? Зачем ломиться в дверь, которая еще закрыта, и которая сама в свое время обязательно откроется? Это ведь все вроде описано в возрастной психологии, даже в педвузах изучается. Ну или, по крайней мере, видно просто при наблюдении за детьми, при работе с ними. Конечно, конкретные дети могут быть со своими особенностями, но общие тенденции все равно в этом примерно русле. Почему особенности возраста игнорируются? Мне кажется, причина – как раз вот этот страх, если сразу не приучишь то, восприятие ребенка как неживого, несубъектного, неразвивающегося, не стремящегося к лучшему и большему, маниакальная уверенность взрослых, что детей именно они воспитывают и формируют, и надо все предусмотреть, заложить хорошее, заблаговременно пресечь плохое. В результате ребенок, которому относились как к объекту применения воспитательных усилий, к подростковому возрасту нередко и становится объектом, почти неодушевленным предметом, который ничего не хочет, лежит на диване и щелкает пультом. Это бывает у детей, выросших в казенном доме, в котором все время указывали, что им делать и когда. И, как ни странно, у детей тех родителей, которые посвятили им жизнь и всегда знали, как надо. Потому что все, чего ребенок когда-либо хотел, было не то и не так. А все, чего, по мнению взрослых, ему следовало хотеть, и иногда он даже делал вид, ничего не давало его уму и сердцу. Это ведь они хотели, а не он. Но и отхотели все. И самих взрослых все это делает глубоко несчастными. Они убиваются из-за двоек и троек, из-за неаккуратного дневника, а потом из-за того, что ему ничего не интересно, и он не желает ходить в школу. 22 марта 2010 года. Честно говоря, не ожидала такой бурной реакции на пост потребности возраста. Точнее, реакция была на часть про школу. Ну и наболела у народа. Впрочем, у меня тоже. Многие спрашивают, а что делать-то? Кто-то растерянно, а кто-то учителя в основном. И агрессивно. Приводят аргументы, проверки, планы и так далее. Кто-то разводит руками и говорит, ничего невозможно сделать. Кто-то кроет школу как таковую последними словами. Кто-то пишет, мол, учителя все уроды. Думаю, нет простого ответа на вопрос, что делать. По-другому возможно. Это я точно знаю. Видела много раз учителей, которые по-другому умеют. Все очень по-разному, но никто и не говорил, что есть один правильный вариант. Просто дети у них не гаснут, а расцветают. И навыками владеют не хуже прочих. Потому что навыки были отработаны не как самоцель, а в процессе осмысленной интересной деятельности. Навык – это же средство. Представьте себе, что дети учились бы прыгать, не играя в классики и 3.15, а так, как в школе учат счету. Прыгни 10 раз, вперед на шаг. Так, повтори. Нет, на одной ножке не прыгать в следующей четверть. Дома еще 5 раз, и чтобы точно так же. Есть учителя, которые умеют иначе. Есть. Одна проблема. Из всех, кого я знаю, а я много знаю, в школе до сих пор работают единицы. Из этих единиц кто-то вернулся в школу после долгого перерыва со словами «на сколько мне хватит?» Потому что к детям очень тянет. И зарплата сейчас вроде ничего, в Москве, по крайней мере. Но вся эта система отчетов, планов, проверок, журналов убивают. В 1990-х годах на время подпустило. Сейчас все закручено по новой. Понимаете, дети очень терпимы. Они многое-многое готовы понять и простить, кроме одного – безжизненности, скуки, равнодушия. Например, у моего старшего учительница была жутко темпераментная, просто караул. Она орала все время, вспыхивала, как порох. Носилась по классу, могла наказать, не разобравшись. Но дети ее любили, потому что ей было страстно интересно с ними. Она устраивала дискуссии по задачкам из Петерсен. Она сама прыгала до потолка, когда они решали что-нибудь особо трудное. Она побуждала их думать, говорить, спорить, и ей все прощали. Хотя на почерке она тоже была повернута просто. У нас до сих пор дома ходит патетическое выражение «Где твой наклон?» Просто она это так страстно писала, что, казалось, бумага дымится под строчкой. Очень мало людей, которые, сохранив интерес к жизни, способны стоически выносить бюрократию и формализм. Это истощает хуже любой работы на две ставки. И еще, если в сегодняшней школе ты один такой, готовый пойти за детьми и их потребностями, ты обречен на провал. Потому что дети приходят к тебе с других уроков, где они были подавлены и загнаны в жесткие рамки. И попав в другую среду, они сначала вырываются, как швепс из бутылки. Это сами дети мне такое сравнение привели, извиняясь за свое поведение. И просто не могут ничего делать, пока не сбросят напряжение. А там и полурока прошло. Ведь в этих условиях дети и в самом деле становятся неадекватными, неуправляемыми. Помню свое впечатление. Пришла я как-то в столичную гимназию к знакомой учительнице. Пришла на перемене. Сначала чувствую, что-то не то, необычно как-то. Потом осознал, дети не орут. Играют, болтают, яблоки грызут, но как-то спокойно. Передо мной столпился класс седьмой примерно, обычно самый неуправляемый. Идет педагог, ей пройти надо, а они стоят. Она, не повышая голоса, легко. Ребята, дайте-ка. Они мгновенно раступились. В школе, на перемене. Не пришлось ни гаркать, ни металл в голос добавлять. Они услышали сразу. Кто знает, тот поймет, о чем я. Потом я побывала на уроке. Мне стало все ясно. Дети на уроке общаются между собой. Встают, свободно дискутируют с учителем. Такой ровный гул стоит. Учитель часто шутит, не заморачивается дисциплиной. На первый взгляд, совершенно. Да и не до того ему. Работа, содержание, тема важнее. Всех называют по имени или даже ласкательно. Дети не зажатые, потому не превращаются в швепс. Зачем на перемене орать и бегать с вытраченными глазами? Они и на следующем уроке будут адекватны и настроены на работу. Это давно было, не знаю, как там сейчас. Надеюсь, все хорошо. В общем, по-другому может быть только в комплексе, хотя бы в масштабах отдельно взятой школы. Но и школы такие редкость, потому что очень трудно создать, а еще труднее выжить. В госструктурах полная зависимость от начальства. Можно положить жизнь, создать свой мир, а потом сменится начальник департамента и вышвырнет в один день, потому что лично ты ему не понравишься. Частную школу создать очень сложно, льгот, никаких вообще, контроль немерено, причем все больше идиотски формального. Родители хотят подготовки к ЕГЭ с первого класса, чтобы при этом дети учились с удовольствием. А еще хотят уютных интерьеров и диетических обедов. Проверки СЭС и пожарных запрещают каверы на путях следования при эвакуации, детские рисунки на стенах и требуют обжаривать колбасу. Вписаться между этими сциллой и хорибдой почти невозможно. Ну а главное, критерии оценки хорошего образования в обществе очень искажены. Например, такой параметр, как желание ребенку учиться, интересует только родителей, да и то продвинутых. Учитель же может заявить первоклассникам. Не хотите идти в школу утром? А вы думаете, я хочу, я тоже не хочу, но иду же. Есть слово «надо». К сожалению, тоже цитат. Понимаете, есть такая дисциплина, методы обучения взрослых. Учат тренеров, ведущих семинаров, курсов, повышения квалификации и так далее. Я вот тоже в свое время училась, а сейчас учу. Родилась эта дисциплина по одной простой причине. Все понимают, что взрослого учиться не заставишь. Нужно сделать так, чтобы он сам захотел, чтобы ему было интересно, чтобы он видел в этом смысл, чтобы действительно усваивал, а не в одно ухо влетело. Все это абсолютно реально. Делается каждый божий день сотнями тысяч людей. Но для взрослых, а для детей нет. Потому что есть иллюзия, что их-то можно заставить и проще заставить. А если не заставляются, написать дневник родителям. Примите меры. Но это не более, чем иллюзия, а очередной дорогостоящий самообман. Потому что результат фиговый. Сколько бы при обсуждении прошлого поста не звучало гневных вскриков про то, что нужно навыки отрабатывать, и ребенок должен, все это слова. Навык-то не к черту, если честно. Столько часов на все это повторение, отработку, заучивание правил, все эти вставь пропущенные буквы, а дети толком не могут ни считать осмысленно, ни писать грамотно. 80% учеников, в том числе отличники и хорошисты, не способны решить задачу, если не знать, по какой она теме. Через три месяца после того, как написали по этой самой теме контрольную на хорошую оценку. Мой муж, когда брал восьмой класс по физике, всегда тратил первую четверть на то, чтобы просто научить их считать с нуля. Потому что дети могли только тупо выполнять затверженный алгоритм, не понимая ни состав числа, ни логику вычислений. Да что там говорить, посмотрите хотя бы на результаты ЕГЭ. Давайте самим себе не врать, не работает все это на практике. Пора отдать себе отчет, что способов заставить от советских времен сильно поуменьшилось. А теперь вот родителям еще каждый день по телеку стали говорить, что ремнем не нить. Так что можно будет оставить при себе все эти примите меры. И что делать будем? Может пора перестать защищать честь мундира и подумать вместе, что можно сделать по-другому. 25 марта 2010 года. Нешуточный холивар разгорелся, однако, из-за четырех клеточек. На самом деле, конечно, не в клеточках дело. И даже не только в учете особенностей возраста. Просто мне все время удивительно, насколько школьная практика, не только школьная, конечно, не соотносится с какими-то очень полезными, добытыми большой наукой сведениями. Но вот представьте себе, что физики, например, открыли, наконец, удобную в применении сверхпроводимость. А энергетики плевать на это хотели и продолжают себе по медным проводам ток гнать. Когда им говорят, «Ребят, так ведь вот какая возможность?» А они в ответ, «Двести лет так делали и дальше будем». Это классический подход, проверенный временем. По-другому не бывает в принципе. И вообще, у нас большой стаж. Нам и так работать трудно. Немыслимо, правда? А в социальных институтах все именно так. Хотя убытки от неэффективной школы сто крат превышают убытки от неэффективной системы передачи энергии. Простой пример. Способности. Конечно, нельзя сказать, что с этим все ясно и все хорошо изучено. Тема сложная. Но уже известно, например, что одни способности в большей мере определены генетически и развить их, если можно, то лишь в некоторой степени, а другие, наоборот, очень зависят от того, развивают ли их в детстве. Как вы думаете, способности к рисованию и способности к решению задач школьного типа, не творческих, а алгоритмических, какие к какому типу относятся? Парадокс, но в реальности все не так, как принято думать. Если с ребенком правильно, незанудно заниматься рисованием, 90% детей будут очень прилично рисовать. А вот способность к решению алгоритмических задач, именно ее измеряют пресловутые тесты интеллекта IQ, во многом врожденная. И она довольно слабо меняется на протяжении жизни. И не зависит от того, занимался ребенок много или мало, хорошо или плохо. Нужно, конечно, хотя бы научить эти задачи решать, иначе не узнаешь, есть ли вообще способности. Но вот если и при хорошем объяснении это дается тяжело, бесполезно решать в 100 раз больше. Будет чуть лучше, да, но ненамного. Напротив, такое качество мышления, как креативность, творческость, изобретательность, способность находить нестандартные ходы, очень даже хорошо развивается. Прямо на глазах, если ребенка стимулировать, ставить ситуации, поиск, погружать в интересную, сложную среду. Что касается третьей составляющей, умности, познавательной активности, любознательности, способности ставить задачи, то она вообще определяется средой, условиями, воспитанием процентов на 90. Если ребенку плохо, страшно, одиноко, если его жизнь слишком скучна, размерена, регламентирована сверху, или того хуже, если он живет в ситуации насилия, прессинга, физически страдает от голода, боли, эти способности замирают и не развиваются. Причем иногда их не удается полностью восстановить даже после прекращения негативного воздействия. А теперь подумаем, что у нас на практике. Итак, три составляющих общей умности интеллект, креативность, познавательная активность измеряются разными методиками, по-разному развиваются, в разной степени определяются соотношением среда гена. Что с ними происходит? Те способности, которые прекрасно поддаются развитию, особенно в возрасте 7-11 лет, творческие, художественные, музыкальные, школы практически не востребованы. Их развивают либо особо подорванные родители, либо, если уж они так выражены, что слепой не заметен, развивают все равно по остаточному принципу, если остается время от школы и от уроков. Напомню, что не всякие занятия в музыкальной или художественной школе развивают способности, все очень зависит от учителя и методики. Иногда это просто натаскивание и ничего больше. Игорь Негода